Афганистан Командующий говорит, я не знаю в какие части, сколько надо, ну, говорит, ладно, вот так вот, пять, говорит, первых едут в моры, а двое последних в Душанбе, вдвое сидели и поехали в Душанбе, так и попали. А то, что в Афганистан, так и как-то и не думали даже, что пограничники оказывают с помощью афганцам. Хотя свой первый, еще в детстве, полет он совершил на самолете, жизнь его связала с вертолетами, начинал службу старшим летчиком-штурманом, закончил командиром экипажа, летал на Ми-8, одном из самых массовых вертолетов в мире. В задачи вертолетчика входил развоз раненых, доставка продовольствия и других грузов, выстка десанта, обслуживал часть Сергея Неуталимова всю границу с Афганистаном. Самыми сложными были ночные полеты. Этого не учили в Сызрани, приходилось осваивать боевые условия. Потом ночью летали, тоже раненых вывозили в ущелье без света одним вертолетом. Хотели за облаками, не прошли, потом опять пошли по низу без света по речке. Ту же голову летели где-то высота метр три-пять. Холодно было, сосульки на волосах, на усах висят. Ну там ничего, пролетели, сели, забрали, привезли, в госпиталь отвезли в Душанбэе. За этот вылет Сергей Неуталимов получил орден Красной Звезды. Приходилось вертолетчикам принимать участие в боевых действиях, оказывать огневую поддержку с воздуха и даже вести полноценные стычки с бандформированием. Целую банду увидели, просто банда передвигалась. Ну и стали ее атаковать. Тогда и ракеты у нас почему-то там не сошли, тогда и с пулемета стреляли со всего, что есть на вертолетах. И все, и тогда один только человек с бандой ушел. Всю банду перебили. Сергей Неуталимов будничный рассказывает о бое, но его масштаб помогает оценить выписка из наградного листа. При выполнении боевого вылета на авиационную поддержку атаки по наведению наземного подразделения экипаж обнаружил банду в количестве 50 человек. На виду у наших подразделений завязался настоящий бой. Точнее, поединок между бандитами и вертолетом. Вертолет сделал 4 захода в атаку, в результате которых противник был полностью разгромлен. Что и подтвердили пограничники, которые после этого, практически без боя, заняли этот опорный пункт. После вывода советских войск из Афганистана полеты не закончились. Правительства Народно-демократической республики продолжали оказывать безвозмездную помощь. Но вскоре Сергей Неуталимов попал в автомобильную аварию, и службу пришлось оставить. По стопам Сергея пошел его младший брат и сын, который сейчас учится в Сызране. Службу на советско-афганской границе продолжил двоюродный брат, Николай Куклев, ныне майор Запаса. Выбор уроженца села Самайкино Новоспасского района связать свою жизнь с вертолетами был осознанным. Он не сомневался, куда ему следует отправиться. Еще во время учебы в Сызранском военном училище. В третьем курсе приехал покупатель, мы их называли покупателем, как представители различных видов родов войск. И вот я попросился, приехал к нам герой Советского Союза Шагалеев, с которым потом пришлось вместе служить. И вот я к нему подошел и записался первым практически в погранвойска. Николай Куклев отправился в 23-й отдельный авиационный полк в Душанбе. Он также служил старшим летчиком-штурманом, а затем командиром экипажа вертолета Ми-8. Первый полет на территорию, занятый отрядом баджахедов, запомнился ему навсегда. В 23.00 экипаж вертолета получил приказ срочно забрать тяжелораненого пограничника с точки в горной местности. Николаю Куклеву еще не приходилось летать в ночное время. На этой точке был прожектор на базе машины. И при подлете мы выключили все строевые огни, потому что по нам стали стрелять при подходе на точку. Я связался с точкой. Вот они включили вот этот прожектор вертикально вверх. Мы его увидели. И буквально по этому прожектору мы стали снижаться вокруг него. За первый боевой вылет он получил награду. Потом еще было много сложных случаев. По вертолету неоднократно стреляли. Были серьезные попадания. Но на стороне летчиков, кроме высокого профессионализма, видимо, было и везение. Попадали по нашему вертолету из ДШК. Попадали. Три пули попала в вертолет. Одна пробила расходный бак. Одна прошла над гидросистемой. А там, если гидросистема пробивает, то нагрузка на ручку управления более трех тонн. То есть, если бы она попала чуть пониже, где-то буквально 5 сантиметров чуть пониже, ну, мы бы уже оттуда не взлетели с этой точки. За годы службы в 23-м авиаполку Николай Куклев совершил более 1600 боевых вылетов. Приходилось задерживать и нарушителей государственной границы. Ну, в основном, больше всего попадалось это золотомойщики, которые пересекали границу и мыли золото на нашей стороне. Иногда приходилось даже по 20 с лишним человек привозить из-за золотомойщиков в Бабирале. Война в Афганистане закончилась, но началась другая. Гражданская война в Таджикистане после распада Советского Союза. Российские войска одержали в ней нейтралитет. И задания сводились в основном к доставке продовольствия семьям наших военнослужащих. Но война есть война. Николай Кукли вспоминает, что это было самое страшное время в его жизни. Непонятно, где проходила линия фронта и от кого ждать удара. Он потерял троих своих служивцев. В 95-м году решил, думаю, семья у меня здесь была, думаю, надо переводиться на другое место, более спокойно. Ну и перевелся на Северный Кавказ. Спокойное место, да. Спокойной жизни не вышло. Николай Куклев участвовал в 1-2 чеченских кампаниях. Занимался обеспечением пограничных частей, ходившихся на российско-грузинской границе. Участвовал в боях с бандформированиями. В 2003 году уволился в запас и вернулся в родное Новоспасское. В настоящее время Николай Куклев не сидит сложа руки и возглавляет районное отделение организации «Боевое братство». Он активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодого поколения, проводит встречи, уроки мужества, помогает ветеранам. Эта деятельность Николая Куклева также не осталась без награды. В прошлом году за нее майор Куклев был внесен в региональную книгу почета «Герои малой Родины». Данил Моздряков, Юрий Ломатов, Ульяновская правда.